Продолжение следует... Да, причем это молодые специалисты. Там же разные были направления, а в ювелирной сфере, да, потом видеомонтаж, программирование, наверное, да. То есть со всей России съехались молодые специалисты, которые показывали свои навыки. Я бы побоялся бы поучаствовать, вот если бы я тоже был бы школьником или студентом, учишься, работаешь, и тебе говорят, должен соревноваться с самыми лучшими, да, у тебя месяц на подготовку. Я не готова. Как показывают результаты, наши там выступили очень хорошо. Ребята, которые хорошо проявили себя на российской площадке, поедут дальше показывать себя, свои силы на международной уже арене, и там, я думаю, будет еще интереснее, еще больше народу, еще больше опыта и еще больше, наверное, конкуренция будет и сильнее. Я вот как юрист и экономист, которых в стране больше, чем, наверное, население Германии, нам остается только за этим наблюдать. Один из обладателей золотой медали чемпионата молодых профессионалов России – ювелир Иван Тимофеев. Мы встретились с ним в его родном учебном заведении, в Якутском художественном училище. Я с детства занимался кузнечным делом и хотел вот украсить свои вот якутские ножи серебром, гравировкой, и с этого пошло вот. Я узнал об обладательном туре в своем училище. Моя цель была выиграть этот чемпионат и показать себя. А какие задания вам запомнились? С чемпионатом мы сделали вот такое задание по международным стандартам. Бразильский флаг, изделие из серебра. Мелкие инструменты я взял с собой, а там предоставляли бормашинку, газовую горелку. У нас не было вот такой газовой горелки, а я первый раз использовал такую. Они оценивали каждый модуль отдельно. Всего критерий было 50. Я сообщил о победе первой моей девушке. А потом родителям? А потом родителям. Мы делаем изделия от начала до конца сами, которые мы сами нарисовали. А что больше нравится делать вам? Ну, я сейчас делаю курсовую работу в колье в современном якутском стиле. Есть ли следующий этап после победы в этом чемпионате? Дальше я хочу участвовать в чемпионатах профессионалов. Чемпионат помог мне найти своих работодателей, знакомлюсь с другими ювелирами. Я хочу поступить в высшее образовательное учреждение, ювелирное, и дальше продвигаться в этом направлении. Наш второй сюжет посвящен уже, наверное, классическим опросам. Опрос опять от юного корреспондента. Рина опять просто фальшивая улыбка. Этот опрос посвящен празднику День защиты детей. В детей надо вкладываться. Обычно же это просто, что дети – наше будущее. Это вот просто говорят. Но если это понимать, да, действительно. Сказал отец пятерых детей. Не говори все. Это будет наш маленький с вами секрет телевидения 70-х годов. Но об этом в следующем выпуске. Вот нет у тебя времени сходить с ребенком куда-нибудь, а смотришь 1 июня, ну и все, и аж совесть-то грызет, ты обязан сходить. А вот 2 июня все закрывается. Все аниматоры в свои эти хрустальные мавзолеи ларятся, и до следующего июня все эти фиксики уходят. Да, нет, да всегда можно. Вот просто 1 июня – это же еще начало лета. Все-все-все вот так накладывается, и получается хороший день. Международный день защиты детей. Мы решили пообщаться с теми, у кого детство уже прошло. Узнаем у наших горожан, во что они любили играть, как они проводили время, когда они были маленькими. Привет. Моя любимая игрушка в детство – пони. Я не знаю почему. Я не играла в пони, но сейчас я люблю пони. Машинка была для кукол. Первый подарок на день рождения. Я любила играть в машинки. Были много машинок. Стоять непросто. Да. Почему я это? Я вообще ничего не помню. У меня был такой маленький камаз. У него там джечка стала такая длинная. Мягкая игрушка, медведь. Мне его подадил Дед Мороз. Конструкторы. Потому что я мальчик, и это мне нравилось что-то конструировать и создавать со мной. Мишка белый. У меня тоже голубой мишка. Мне бы дедушка подарил. Кукла. Мне мама ее сама сшила и подарила. Радость, наверное. Я тоже в барби играл. Мягкая игрушка, мягкая мам. Базлайт, наверное. Станк. Не буду ничего говорить. От чего нужно защищать детей? От их страхов? От отношения, например, в обществе. Это надо сохранять нравственность. От людей, которые хотят воспользоваться добротой, детской, не знаю, наивностью. Даже не знаю, какой-то у вас сложный очень вопрос. От обид, от драк. От дурных мыслей самое главное. Прежде всего, от взрослых. От взрослых, которые разрушают детские мечты. От морального слабора, чтобы они были добрыми, чтобы они не стали злыми и эгоистами. От вредных привычек. От лишней информации, например. От телевизора. Ваше любимое детское воспоминание. Когда мы с семьей поехали на поход, на гору поделись. И там все вместе сидели и кушали. Брат меня чуть не утопил. Летом, например, вот в это время, в детстве я находился в деревне. Там было весело. Когда папа сидел, кушал борщ, я вставала, надевала хлебницу ему на голову. В детстве это я ездила на море. Это вот только это и запомнилось. Мыльные пузыри. Потому что папа их надувал. День рождения, когда все пришли мои друзья. Ха-ха-ха, ты не знаю. Рыбалка с дедушкой. Я могу сказать. Выпускай, она скажет. Мы покупали всегда печенье в форме зверей. И вот мы всегда их любили есть. Ну, это такое воспоминание у нас. Мы сестры, у нас много вообще. За что нужно принять детку? Красивые моменты. Детство было хорошо и не было никаких проблем. Не думаешь, как сейчас, о деньгах, о работе. Вообще о будущем не думаешь. За то, что все проблемы решают родители. За то, что оно такое беззаботное и счастливое пора нашей жизни. За наивность, за доброту, за душевность. Ты такой маленький и веришь всему. За то, что с нами всегда родители, то, что они с нами рядом. За то, что есть возможность получать все, что хочешь, пока ты маленький. Детство это самая, наверное, счастливая пора. За ответственность себя ведет. Родители все за тебя решают. Сая очень скучает по детству. И наш третий сюжет посвящен такому мероприятию, которое называется «Мир». Его сняла наш корреспондент Олеся Ларчук. Концепция этого мероприятия в том, чтобы показать, как наш город видоизменяется под внешним воздействием наших горожан. А именно творческой молодежи. Цель организаторов – это в первую очередь, наверное, создать атмосферу творческую, атмосферу какого-то созидания, атмосферу города, в котором есть творческие личности, и они не боятся о себе заявлять. На самом деле наш город с каждым годом все больше и больше преображается. И прекрасно, когда ты идешь по городу и слышишь прекрасные звуки живой музыки. На гитаре играют и на скрипке на улице. Народ становится более культурный, и раньше в Якутске, да, это было немного зазорно. В больших городах это распространено, в Москве, в Питере, это в порядке вещей. Мы выходим на улицу, чтобы встретить что-то новое, необычное, интересное, показать, может быть, какие-то свои навыки, поделиться своим внутренним миром, чтобы люди это оценили. И чтобы сделать окружающий мир прекраснее, красивее. И это очень важно для всех, мне кажется. Жизнь города. Люди сидят, играют, кто-то проходит кофе пьет, кто-то рисует. Но видно, что город живет, город дышит. Не просто все-таки вот заборуженные, а у нас, кажется, жизнь кипит. Не секрет, что Якутск – это большая площадка для творчества. Здесь можно встретить музыкантов, танцоров, художников, всех тех, кто создает настроение города. Все они объединились в перформансе «Мир». Вообще, это на самом деле первое такое мероприятие, оно очень-очень маленькое и супер первое тестовое. Мы собираем здесь все, что связано с уличной культурой. Здесь специальная веганская кухня, как в основном. Кондитерка, стрит-фуд, то есть уличная еда, как палатки или бургеры. Сейчас в моду ходит правильное питание, то есть остается мейнстримом вегетарианства или веганства. Я готовлю, люди вроде уберут. Я занимаюсь скрипкой уже достаточно долго, 7 лет. Всю жизнь я занимаюсь мультипой. Я занимаюсь битбоксом четвертый год. Я бы хотела, чтобы вообще наш выпуск был более такой движовый, чтобы было больше такой вкусный, как сейчас было. А то все люди, все подростки живут в их смартфонах. Это не очень хорошо. Народу нравится это, их удивляет это, они заставляют улыбаться, и поэтому рады старым. В такие моменты, когда в городе проводятся какие-то благотворительные концерты, либо просто фестивали и ярмарки, то мне кажется, что в городе настроение просто класс. Мне кажется, что у города молодая энергия, потому что город развивающийся, растущий. И мне кажется, он такой молодой и стремящийся быть лучше. Есть любимая улица в городе? Да, есть моя, Женикидзе. Нравится название. Амосово, наверное. Это не старый город. Теплое озеро. Мне нравится там то, что много молодых людей, много людей, которые улыбаются. Скорее всего, это проспект Ленин. Он выглядит, скажешь, Ленин. Это, конечно, уже Ленин, Ярославского и Каламнышвили. Там народ активный. Чиряево, скорее всего. Осенью, когда идешь, вокруг все заливается золотым цветом. Деревья переливаются оранжево-желто-красными цветами. Тогда тебе кажется, что в Якутске очень много деревьев, что, к сожалению, неправда. И как-то, ну, святосердствует тепло и хорошо от того, что в городе есть такие приятные места. Мы являемся частью огромного холста, на котором пишут очень добрые пожелания и просто делятся своими мыслями. Мир – это самое главное, что у нас должно быть. И молодежь должна понимать, что должна работать, развиваться во благо мира и быть вообще нормальными и дружить со всеми. Наш город, улицы, площади, скверы – это все то, что окружает нас постоянно. Давайте будем беречь облик родного города, и тогда он будет дарить нам только положительные эмоции. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб.ТВ, заходите на нашу страницу в Инстаграме Проб.ТВ. Ставьте лайки и делайте репосты. Пишите комментарии, и обнаженные ножки Славы Кабрешевой придут именно к вам. Ну, а пока они пойдут… На улицу. На улице. Очень тепло и лето. С вами была программа «Пропеллер». Встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Экономика и бухгалтерский учет Екит. Будущее в твоих руках.